В последних статьях о фильмах киновселенной Марвел про Мстителей и сериале Агенты Щит, я частенько писал вам о последствиях путешествий во времени, которые были показаны в фильме Мстители Финал, ссылаясь на мультсериал Люди Икс 1992 года, и утверждал, что в данной киновселенной должен начаться из-за этих путешествий излом времени. На днях я пересмотрел вышеуказанный мультсериал, и теперь я хочу более подробно рассказать вам о том, как излом времени происходил в нем. В конце второго сезона мультсериала Люди Икс, Кейбл из будущего наблюдает странные аномалии, при которых все окружающие его люди начинают исчезать у него на глазах. Обратившись за помощью к компьютеру, Кейбл получает ответ. Компьютер сообщает Кейблу о том, что данное происходящее вызвано изменением прошлого. Странник из будущего, которого зовут Бишоп, изменил прошлого, и поток времени начал перестраиваться, в результате чего то будущее, в котором живет Кейбл, начало меняться под влиянием нового прошлого. И как только поток времени перестроится, окончательно, весь мир, в котором живет Кейбл, перестанет существовать. Чтобы сохранить свое будущее, Кейбл решает отправиться в прошлое и помешать Бишопу изменить ход событий. Как вы помните, в киновселенной Марвел про Мстителей, а именно в фильме Мстители Финал, Танос из 2014 года, вместе со своим войском отправился в будущее. И в этом будущем его и его войско превратили в пыль. Следовательно, из этого, все то, что происходило во вселенной Мстителей после 2014 года, на самом деле не произошло. И будущее Мстителей, так же как и в мультсериале Люди Икс, должно перестать существовать. Судя по тому, что происходит в фильме Человек-паук вдали от дома, излом времени не произошел. Как такое возможно? Многие российские ютуберы считают, что Мстители отправились не в прошлое, а в параллельное прошлое. Вероятно, российские ютуберы посмотрели очень много недодуманных отечественных фантастических и фэнтезийных фильмов. Надеюсь, что создатели киновселенной Марвел про Мстителей мыслят иначе, и подобного объяснения происходящего в последующих фильмах и мини-сериалах данной киновселенной нам не дадут. Что касается фильмов и мини-сериалов данной киновселенной, которые были объявлены на ближайшие два года, то пока что надеемся на то, что объяснение происходящего появится в фильме «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумие», а также в мини-сериале про Локи. Про остальные проекты поговорим потом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!